Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я его хочу уже очень давно, наверное, уже года полтора, да, может быть, чуть больше. Вот, и когда у меня не было возможности купить Ханг, я купила себе глюкофон. Думаю, ну, наверное, он заменит. Нет, это вообще не про то, это тоже великолепно, особенно когда есть дети. И я помню, у меня ребенок, у меня младший сын Тихон на ханге играл, ой, на глюкофоне играл, ну, наверное, месяца три. Он играл вот каждый вечер, он говорит, мамуль, давай я тебе сыграю, может, ты поспишь, у него все время такое было. Вот, но у него приятный мелодичный звук, да, но это немножечко не то. Вот, Ханг я все-таки надеюсь, что я себе в ближайшее время приобрету, вот, потому что он... Для меня игра на ханге – это просто вот такая вот медитация. И что такое поющие чаши? Почему я захотела все-таки эту тему раскрыть с того видения, с которого я ее вижу? У нас, ребята, очень много идет тем про Атлант, да, вот это вот выпрямление Атланта, становление Атланта. Это, ну, очень-очень много всего, что связано с нашим Атлантом, что его нужно править, что его нужно, что-то нужно с ним делать. Потом сейчас уже идет теория, что с ним ничего не нужно делать. Я, наверное, все же не про то, что что-то нужно или что-то не нужно. Вы меня знаете, да, я свое мнение никогда не навязываю, просто рассказываю то, что я вижу. Вот, на сегодняшний день я вижу, когда передо мной стоит человек, Добрый вечер, Галочка. Я вижу его, то есть, помимо того, что у человека есть свет со своим цветом, причем он может быть в разных частях тела, разный, и у человека есть меч, я не знаю, как он называется, вот эта вот основа, вот позвоночный, позвоночный столб, он у каждого человека светится. И я это очень хорошо вижу, я вижу, как он светится, где преломляется, в каких местах, какого света, какого цвета. И вот этот вот позвоночный столб – это наша основа, это основа того, что с нами происходит. Это основа того, на какой период, на какой этап мы перешли в данном контексте становления себя. И вот этот вот позвоночный столб, вот этот вот свет, вот этот свет, у него идет преломление, очень часто идет как раз преломление, вот когда начинается вот эта вот черепная коробочка, да, вот этот вот атлант, грубо говоря. Вот, и атлант у нас, чтобы проверить вообще, на месте у нас атлант или нет, можно, во-первых, проверить это очень просто, когда вы просто лежите на животе и сгибаете ножки, ну кто-то должен делать, сгибаете ножки в коленочках, сгибаете ножки в коленочках, и там видно, например, как у вас ровно пяточки или одна пяточка куда-то ведет. Если одна пяточка куда-то ведет, это как раз идет искривление вашего позвоночника, вашего столба. Искривление вашего позвоночника – это, естественно, зажимы, которые можно убрать без какого-то прилегания знаний, сил к позвоночнику, а именно вот сюда, вот в эти вот точечки. Вот, это первый момент. Второй момент, вы можете повернуть шею сюда, сюда, и у вас она будет крутиться, крутиться будет шея, не голова. Зажимаете шею, чтобы она у вас не крутилась, и проверяете, как она у вас крутится, голова, не шея, голова, насколько она без шеи у вас может проворачиваться. Вам будет казаться, что вы держите шею, а по факту у вас должна крутиться голова, а не шея. Вот, и при чем здесь вообще чаши, да, при чем здесь вот этот ханк, при чем здесь бубен, при чем здесь любой инструмент, который дает вибрационные звуки. Это как раз, когда мы с подругой тут недавно общались, и она говорит, у меня дочь рисует, любит рисовать, ну, что-то начнет там. Вот, и я говорю, люди, которые рисуют, они не подвержены присоскам, они не подвержены тем моментам, чтобы с них максимально отсасывали. Точно так же, как и музыканты. Почему? Потому что люди, которые рисуют, они, во-первых, находятся всегда плюс-минус на своей волне, и это очевидно, это по ним прям видно. Вот, и люди-музыканты, они всегда дополняют, дополняют вновь и вновь, дополняют свою вот эту вот, свой кокон, свою ракушку, да, ну, назовите ее, как хотите. Дополняют все время новыми виброволнами, которые всегда отстегивают от нас все то, что нами может управлять через вот эту вот вибрацию. Вот, и когда мы слышим чаши, когда мы играем на чашах, когда нам делают массаж чашами, когда мы просто находимся в поле этих чаш, потому что если кто-то видел, да, вот чаши, то чашу, когда ее берешь просто, во-первых, она имеет свою теплоту, каждый размер чаши имеет свою теплоту. И когда вы, на ней же можно в различные играть, то есть можно там так ударить, да, там идет одна вибрация, можно начать прокручивать, там просто тебя закручивает в этот водоворот. То есть там много-много всего, и это как раз, когда вы начинаете делать, первое, что вы начинаете чувствовать, это ваш атлант. И вы, когда поиграете на каком-то инструменте, либо побудете в поле инструментов, инструментария живого, ребят, обязательно живого, либо кто-то при вас сыграет на фортепиано, на гитаре, на чем-либо еще, то вы можете просто вот сюда вот пальчиками поставить, вот просто два пальчика поставить, вот здесь, где внутри черепная коробочка, да, и посмотреть, вот вы, например, начинаете двигать глазами туда-сюда, туда-сюда, вот в разные стороны, и вы чувствуете, что как под пальчиками начинает биться пульсация. Ну, пульсация, это нормально, потому что у нас через атлант идет восприятие, информационное восприятие. И когда вы либо во время каких-нибудь инструментариев, либо после инструментария точно так же посмотрите, то у вас пульсация будет абсолютно иная. Она будет, давайте я не буду туда заглядывать, что, что, какая пульсация значит, но она будет абсолютно иная, она будет абсолютно другая, эта пульсация, и вы это прямо прочувствуете. И когда идет вибрационный поток через вот эти вот чаши, это вообще такое, чаши, это, смотрите, чаша — это земля. Вернее, как, это воздух, чаша — это воздух. Это как я вижу, опять же, вы можете с нами соглашаться. Чаша — это воздух, бубен — это земля. А ханг — это ближе к космосу. И когда вы идете с бубном, какие-то сами начинаете бубнить, кто-то, вы начинаете вот в этой атмосфере бубна, вы получаете тот информационный ресурс, который может стать вашими знаниями из Мидгард-Земли. Просто вас начинают поднимать, вы начинаете прямо на себе чувствовать. Я видела людей, когда у нас были практики с бубном, и не единожды. Я видела, когда они просто вот, они не замечали, это не потому, что они хотели что-то кому-то показать, они не что-то кому-то хотели доказать, они не что-то куда-то… Они даже не видели этого и не слышали того, и не понимали того, что с ними происходит. Их физическое тело начинало выламывать того, кто сидел там. Как бы, ребята, это ни звучало вот по-ненормальному, но это действительно так. Они просто вот выламывались это. То есть из земли доставалось то, что им уже… То, что они переросли, то, что в них уже было. И это действительно те процессы, после которых человек просто вот отходит после определённой практики, он на тебя смотрит, а у него абсолютно другие глаза, это другой человек. Ты видишь, что это другой человек. У него даже меняется цвет кожи. Что такое чаши? Чаши — это наше, наше вот это вот пространство, наша плотность, с которой мы находимся. И через эти чаши ты познаёшь то, кем ты есть. Это здесь и сейчас. И когда тебе делает, например, массаж через чаши, ставит разные уровни чаш на тебя, делает чаши, когда у тебя эта вибрация поднимается абсолютно разной тяжестью, разным восприятием, разным вот этим вихрем поднимается в тебя. И если ещё есть вот эти два шаманских колокольчика, которые звонят одновременно, мне просто задавали многие вопросы, что такое, что это такое, что за колокольчики. Ребята, это расщепление сознания. Одно ухо слышит один звон колокольчика, другое ухо слышит другой звон колокольчика. Сознание не может их, ум не может их интерпретировать, потому что одноразово, вроде бы в одну и ту же голову разный звук колокольчиков туда вплёскивается. Ты не можешь их совместить, и у тебя просто, у тебя ум твой тебя оставляет. Всё. Всё. Мысли в этот момент, они не могут тебя посетить, потому что они не понимают, куда посетить, кого посетить. Что кому сказать, если на этом этапе, на эти мгновения, секунды, минуты мозг отсутствует. При отсутствии мозга в тебе поднимается вибрационная волна через чаши, которой ты просто начинаешь соединяться с самим собой, не осознавая это. Тебе могут приходить такие картинки, тебе могут приходить картинки из прошлых жизней, тебе могут приходить картинки здесь и сейчас, насколько ты глобальный, насколько ты огромный. И вот эти состояния ты уже не можешь ни сейчас, это всё, это другой уровень тебя. Это всё так кажется вроде как ерунда какая-то. Нифига. Вот пройдите хоть раз вот это, но это нужно проходить со знающим человеком, чтобы не было такого, что кто-то там, что-то там, два раза там щёлкнул, три раза топнул, и вы такие, о, ничего не случилось со мной, и всё, и ерунда. Именно с тем человеком, который это проходил. Что такое ханг? Ханг — это космос. Ханг — это космос, когда вы играете на ханге, когда вы присутствуете с играющим в этой энергии, вы уже снимаете информационный пласт с того, что есть, дальше с того, что вы здесь сейчас можете, не то что вы, то есть чаши — это распирание здесь сейчас, когда вы понимаете, что вы есть, а здесь вы понимаете, вы видите следующую ступеньку самого себя. И это уже абсолютно другое, это настолько поглощение, настолько, наверное, не поглощение, а восприятие того, что то, что ты осознал, насколько ты огромный, насколько ты глубокий, насколько ты глобальный, и вот это вот познание того, что ты есть ещё больше, чем ты вообще всё есть, вот это другое состояние. И там начинается вот пульсация, там вот прямо начинается пульсация от, наверное, на физическом плане, когда у тебя просто вот пальчики на ногах, вот эти вот мурашки начинают подниматься просто вот отовсюду. Это осознание того, что ты себя не знал даже на 0,05%. Представляете, ребят, насколько вы, каждый из вас, насколько вы мощнецкие. В вас вообще столько всего. Вот я каждый раз убеждаюсь, вот каждый раз я убеждаюсь просто на себе. Вот я подумала, вот мне нужно, наверное, вот так вот, чтобы было вот так вот, мне будет комфортнее так вот. И моя жизнь меняется в течение нескольких дней. Просто. Просто потому что это действительно так, да, действительно так будет лучше, чтобы я дальше могла, дальше могла рассказывать вам то, что я дальше вижу, что мне ещё будет комфортнее вот это вот видеть. Мне ещё будет комфортнее отчищаться, мне ещё будет комфортнее выходить на следующий уровень себя. И это всё настолько меняется, настолько быстро, настолько глобально. Вы скоро узнаете то, о чём я говорю. Поэтому, ребятки, задавайте вопросы, если есть. Интересный факт, что это комментарий читает самый красивый, здоровый, добрый человек. Здорово. Да, ребятки, если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. Вот. И я как раз и хотела об этом сказать. И, конечно же, на следующем ретрите, кто будет присутствовать, конечно же, будет у нас, у нас будут все музыкальные инструменты. И помимо этого, у нас ещё будет, к нам приедет из далека-далёкого, ну, расстояние для нас ничего не значит, на ретрит к нам приедет девочка, она приедет со скрипкой. И это уже абсолютно другие вибрации. Вот. Поэтому, ребят, если кто-то что-то сомневает, не сомневайтесь, вас сомневаться нельзя. Чаша лучше психотерапевта? Нет, психотерапевт – это же другое. Смотрите, чаша – это же уровень осязаемости, ощущения. А психотерапия – это почему вы не сможете расслабиться для чувствования себя. Это же про другое. Это абсолютно разное. Я сама как психолог, как психоаналитик могу сказать, что это абсолютно разные вещи. И одно ни в коем случае не умаляет другого. Имеет ли значение, кто играет на ханге? Имеет ли значение, кто играет на ханге? Ребят, когда ты садишься за этот инструмент, за любой инструмент, как бы ты, с какими бы мыслями ты ни садился, мысли потом они улетают. Музыка убирает мысль, песня убирает мысль. Если ты что-то там ходишь, напеваешь, ты начинаешь играть на музыкальном инструменте, убирает мысль. И ты становишься самим собой. А когда я становлюсь самим собой, я становлюсь сознанием, через своё сознание. А сознание – единое. Поэтому тут уже про другое. Да, ребятки, ещё есть вопросы? Как всегда, слушаю, восхищаюсь тобой. Спасибо, Глусечка. Мне это очень приятно. Ребятки, если нет вопросов, то буду сохранять эфир и до вторника с вами прощаюсь. Надолго не прощаюсь. Во вторник, в четверг. Но в ближайшее время вы увидите, увидите много интересного, что со мной происходит. Значит, можно иногда просто петь нужно, конечно, галочка. Ты что, не можно? Нужно. Когда вы поёте, смотрите, вообще, как лечится вот такое вот непростое заболевание, деменция, да? Либо какие-то отклонения с психикой. Особенно те моменты, когда у нас бывает такое, может быть, на себе многие испытывают. Не то, что потеря памяти, но чувствуете, что вот стали забывать очень многие вещи. И чтобы вот память у вас не восстановить даже, а чтобы у вас были те вещи, которые, те запоминания, которые вам актуальны на данный момент, чтобы эти моменты вас развить, и чтобы они никуда из вашей жизни не уходили, не пропадали. Даже если у вас ваши близкие не любят, когда вы поёте просто вот с утра встали, и себе под нос напиваете и бубните, я пошла в ванну, я чищу зубы, там я пошла готовить завтрак, я та-та-та-та. И всё, у вас мозг отдыхает, расслабляется. Мыслей в этот момент нет, вы просто пропиваете здесь и сейчас. Когда вы пропиваете здесь и сейчас, вы находитесь здесь и сейчас. В здесь и сейчас у вас идёт фиксация того, что есть в моменте. И ваша память замечательно восстанавливается на то, что вам нужно запомнить, не на всякий бред, а на здесь и сейчас, что с вами происходит. Это великолепно. Пропевать, ребят, песни — это наше всё. Эти инструменты выстраивают новые нейронные связи. Конечно, да. Но вот как раз, чтобы выстроить, вот спросили вопрос, да, важно ли, что кто играет на этих инструментах. Кто играет, это не особо важно, кто играет, если вы просто вот в своей какой-то тематике находитесь. А если мы говорим про выстраивание новых нейронных связей, то тогда это очень важно, кто играет и кто вам закладывает новую информацию для новых нейронных связей. Вот это вот очень важно. Когда есть тот, кто играет, и на фоне этого вашу вот эту вот цепочку, ДНК, они и поднимают словом, как мантры, словом, как мантры, выстраивают, выстраивают вас, выстраивают новую клеточную структуру у вас. Это очень важно. Как раз этим мы тоже занимаемся на ретрите. Именно поэтому, что ребят, они отзывы потом пишут, некоторые сразу же записывают, некоторые записывают через какое-то время уже после ретрита. Когда вот это вот ощущение приходит, когда они понимают, что эта перестройка, она после ретрита не закончилась, она только началась. Когда они понимают, что они приезжают домой, а их ещё как минимум месяца два догоняет вот эта вот тотальная перестройка, клеточная перестройка в самих себя. И это большие удивления, потому что часто мы этого даже не знаем, что такое возможно. Да? Такое есть. Именно поэтому я и говорю, что на ретрит, ребят, приезжайте только тогда, когда вы готовы к полной перестройке себя. На животных это действие, они понимают что-то во время игры. Да, конечно. Я же очень, я же на ретриты всегда езжу с котом. Вы все знаете моего шпрота, да? Обычный, обычный дворовой кот, он беспородистый, самый-самый обычный котёнок, ему вот ещё года нет. Вот. И он на ретриты всегда, на ретриты и на дольмены он ездит со мной. Вот. На дольменах он бегает, как собачонок. Если только я присела на какой-то, на камень, на... в дольмен зашла, на дольмен, там ещё что-то, он сразу же около меня. Он очень хорошо чувствует эти вибрации. Он сразу же около меня лёг, и всё, он будет лежать столько рядом со мной, сколько я буду около этого места. Здесь на ретрите я при... он... было такое даже, что... вот он бегает по залу, бегает, что-то там суетится, суетится. Всё. Как только я начинаю с кем-то разговаривать, кого-то вытягивать определённые моменты, он тут же раз и за этим человеком на коврик сел. И вот пока я с этим человеком разговариваю, он просто сидит за этим человеком. Мы закончили разговаривать, он раз опять засуетился, начал туда бегать, туда бегать, там что-то смотреть, тут смотреть. Раз с другими начала разговаривать, он раз, либо у вещей этого человека сел, причём я же не знаю, что это вещи этого человека. Либо за этим человеком сел Всегда Откуда они что знают Все они знают, все они видят У них очень большая чувствительность Настолько Настолько большая, что вот у них Когда смотришь, бывает на животное Особенно на кота Кошки не так, ребят, коты Коты именно И коты больше гладкошерстные И если коты гладкошерстные И которых есть возможность Ходить в туалет на землю Обязательно на землю Не дома в лоток, а на землю Хотя бы раз в неделю У них идет другая вибрация Вот он сидит, вот кошечка сидит И вот И прям видно, что у них Вот эти волны Как будто камень В воду кидаешь, от камня круги идут Точно так же, как от кота Но там идут не круг, а вот такая вот Тын-тын-тын-тын Это очень хорошо видно Вы каждый можете это увидеть Светлана, светлячок, ты наш маячок Спасибо огромное, ребята, очень приятно О, Владимир, Владимир, да, напиши Владимир как раз очень хорошо Ему еще Очень хорошо поправил его физику Через психику, психику, через физику Алексей, с которым мы будем В начале апреля Проводить марафон Марафон по глубинной психосоматике Откуда, чего Вот я вам сейчас рассказала Про, например, там Про Атлант, да Про Атлант Это то же самое же и зрение Какие упражнения Что нужно делать То есть я буду рассказывать Он будет показывать Я буду рассказывать Это будут два эфира в день Как обычно будет у нас Утром и вечером Все будет в записи Если кто-то не сможет присутствовать Вы можете пересмотреть их Задать вопросы Либо под видео На которое мы на следующий день Все ответим Либо в следующем эфире Обязательно Это будет прям такой марафон Чтобы вы понимали Какое сухожилие Отвечает за какую мышцу Какая мышца Перетягивает Какой орган Если этот орган перетянет Что дает В пространство Что с вами происходит Почему вы не можете Получить тот или иной Какой-то Бонус От этой жизни Себе Почему так происходит Чем вы недостойны Да всем вы достойны Просто нужно понимать Что у нас не только В голове Все это идет У нас все идет Душа Дух тела Душа Дух тела Тело Неотъемлемая часть Нас самих Тело Это та скорлупа Которую мы должны Оберегать Которую мы должны Чистить И которую мы должны Соответственно Держать В определенном тонусе Чтобы наши Все внутренние органы Были в тонусе Чтобы нам выдавалось Все пространство Так Чтобы мы максимально Могли Этим тонусом Пользоваться Для блага Себя И это очень важно Ребятки Еще есть вопросы Задавайте Сегодня такой фильтр Поставила Как В этом Света К концу дня Резко рубит в сон В 8 часов И не устала Это утечка энергии Что ли Может быть Утечка энергии Нужно смотреть Что Как бы тут мало Информации Это может быть Утечка энергии Это может быть Тебе не хватает Магнии Магнии В 6 Тоже очень Влияет На гормональный фон Это может быть Тебе не хватает Просто элементарно Белка Белка в организме Мало И когда белка В организме Мало То сердечная мышца Вяло работает И из этого Вот такое Вот состояние Тут нужно Как бы разбираться Почему это Такое идет То есть Тут очень много Факторов Очень-очень много Вот И после После того Как правило Уже начинаем Разбираться Что и почему Тут уже более Или менее Выскакивает на то И тогда уже Можно сдать Либо Какие-то Анализы Чтобы посмотреть Действительно Лето так Чтобы можно В течение Ребят Вот такие вот Моменты Когда например Вы месяцами Не можете себя Плохо себя чувствовать И что-то Что-то в вас там Происходит не то Вот эти все Моменты Можно убрать В течение недели Буквально Нужно знать Что убирать То есть Вы настолько Индивидуально Не бывает Для всех одного Кто-то попил Магний Б6 И все И он Через неделю Выстрелил Кто-то попил Несколько дней Неделю Опять же Гинкобелоба И все И у них Капилляры мелкие Раскрылись У них пошел Кругообмен Кровяной Начинают открываться Мелкие капилляры И у них Начинают Восстанавливаться Восстанавливаться Процессы В голове Которые Начинают Смотреть И видеть Новые краски Этого мира Кому-то Не хватает Белка Восстанавливаем Белок И все У них Сердечко Начинает Клапаночек Работать По-другому Белок И все Они задышали Другой жизнью То есть Тут же Очень много Факторов Очень-очень Много Задавайте еще Вопросы Ребят Другой жизнью Ну что Вопросов Вопросов Больше Нет Буду Я Закругляться Пишите Вопросы Обязательно Под видео Что Я все Читаю На некоторые Не отвечаю Но себе Делаю Галочку И делаю Либо Следующие Потом Эфиры По этим Вопросам Либо Уже Пишут Мне Тогда В личку Где-то В телеграм Где-то Еще Что-то И все Рано Я Без внимания Не оставляю Ни одного Вопроса Ребят Поверьте Поэтому Пишите Вопросы Задавайте Вопросы Пишите Какие Темы Интересуют Для меня Это очень Важно Какие Темы Раскрыть Какие Вы хотите Чтобы я Раскрыла Со Своего Видения Данные Темы Всех Обнимаю Всем Спасибо Огромное Было с вами Очень Очень Приятно